А перед просмотром этого видео, я хотел вас попросить зайти и подписаться на канал Мирока. Здесь ты сможешь найти различные летсплеи по таким играм, как Max Payne, Fallout 3 и многие другие. Ссылочка найдем в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десант. Добро пожаловать в новую серию, где мы еще раз будем открывать кейсы на моих серверах. Какие мои сервера, в ссылочке есть в описании, заходите и играйте вместе со мной. Также, ребята, всем спасибо тем, кто сейчас находится тут рядом со мной, потому что вы смотрите это видео, тем самым меня поддерживаете. И за это, ребята, вам огромное большое, еще раз огромное спасибо. Ребята, давайте мы опять наберем 500 лайков на этой серии, если вы хотите еще одну серию открытия кейсов с покемонами. Потому что на предыдущей серии вы так набрали нормально лайков, за это вам тоже большое спасибо. И значит, я понял, что вы еще хотите открытия кейсов. Поэтому, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. И, если мы набираем еще раз 500 лайков, то выходит еще одна серия открытия кейсов. В этой серии мы также будем открывать 3 серебряных кейса, золотых, алмазных и изумрудных. Ну, в принципе, все, давайте поехали. Первый у нас идет изумрудный. Давайте. Что-то, пожалуйста, хорошее. А то нам вчера, ну, не вчера, а в предыдущей серии вроде нам с самого большого кейса, то есть, с изумрудного выпало Шайни Мью, Шайни Артикуно. То есть, офигеть, сколько Шайни там даже, честно, падает. То есть, 2 из 3 Шайни нам выпало. Нормально, ребята? 2 из 3 покемона. Что, пожалуйста, что-то крутой. Я бы хотел Шайни Абру или Шайни Литвика, я бы хотел. Опять Манчелакс нам выпал. Опять Манчелакс. И это обычный, да? Да, это обычный Манчелакс. Ну, ладно. Обычный так обычный. Давайте дальше. Еще один кейс. Обычный, в принципе, я не знаю. Более-менее, пускай будет. Но я бы хотел какого-то... Я бы хотел Шайни Сайтера. Шайни Пичу, может. Хотя Пичу, не знаю. Ребята. О, Шайни Мочок. Тоже прикольно. Нам вроде Мочок еще Шайни не выпадал. У меня тут такая жарища, что вы себе не представляете. Ребят, может вы даже к концу серии у меня на лбе заметите, что он прям весь мокрый стал, потому что это жопа. Офигеть. Тут так у меня жарко. Днем у меня было больше около... Если я помню, я смотрел, было вроде 41-42 градуса жары. Это если часа охренеть, как много. Сейчас, секундочку. Это реально, в принципе, дофига. И прям дофига, дофига, дофига. Потому что 42 градуса, это, ребята, действительно слишком. Так, а у вас сколько там? Просто интересно, кто где живет, кто в Украине, кто в России, может кто-то в Беларуси. Сколько у вас там вообще градусов сейчас? Я уже сказал, что у меня тут... Фух, 42 градуса. Честно, я прям... Вот тут я уже весь мокрый сижу. Честное слово, ребята. Я уже так тут потею нафиг. Я не знаю, может мне потоп тут сделать у себя в квартире, чтобы просто плавать. Вот сижу тут за компом, вода по пояс. Хорошо, главное не потею. Не потею. Итак, Шайни Магнимайт, это круто. Давайте посмотрим, как он выглядит. Он Бризли прям как Шайни Мачоп. Да, то есть прям такой цвет... Ну, какой-то очень светло-золотой, что-то в этом роде. Ну, первые кейсы мы открыли. Давайте дальше. Сейчас у нас идут золотые кейсы. С золотых кейсов у нас может выпасть кто нам? Шайни Стартовики нам могут выпасть. С золотых кейсов. Сейчас посмотрим. Я бы хотел Шайни Чимчара, может Шайни Тепига, может Шайни даже Тото Дайла. Шайни Чимчара я бы хотел. Триком. В принципе, я вот так смотрю. Главное не Шайни Бульбасавра, пожалуйста. Шайни Маткипа я бы хотел. Шайни Чикорита. Тоже, тоже отлично. Шайни Чикорита. Я, если честно... А нет, у нас вроде была уже Шайни Чикорита в каком-то сезонах. И, в принципе, да, нормально. Сейчас давайте кто-то другого. Я даю вам 75%, что сейчас нам выпадет Шайни Бульбасавра. Я не знаю почему, но мне так кажется, что выпадет нам Шайни Бульбасавра. Давай, крутимся, вертимся, крутимся, вертимся. Туда-сюда, туда-сюда. И нам выпадет Шайни Пиплова я бы хотел. Я бы очень хотел Шайни Пиплова. И нам выпадает Шайни, Шайни, Шайни Ту. Нифига себе. Я вроде на сервере видел, может, минимум двух или трех Шайни Торчиков. Или, как Икио знает, сколько я видел. О, о, ты, ты, дружище, ты что-то залагал, что ли? Ладно, давайте дальше. Шайни Торчик это... Я типа лагаю, да, как я понял. А ну я сейчас перезайду. Так, вот, ребят, я перезашел, могу или... Да, вот, я не знаю, может, лаги были. Так, Шайни Торчик. Дальше. Куча людей сейчас на сервере, в принципе. Хоть и это уже вечер, может... Может, ночь, может сказать, даже быть. Я забыл. А, запалили меня уже, запалили меня уже. Давай, кто? Шайни, Шайни нам... Во, ща, ща, ща. Смотрите, как раз круто, потому что нам выпал Шайни Чикорита, Шайни Торчик и Шайни Ошавод. То есть, можно сказать, что... Огненный, Травяной и вот этот. В принципе, круто, в принципе, круто. Вот этих уже можно выкладывать, выкидывать даже, потому что мы дальше будем открывать. Сейчас у нас алмазные идут. С алмазных нам выпадают редкие покемоны. Допустим, там Шайни Лапрос, Шайни Риол, Шайни Ларвеста, Шайни... Кто там еще есть? Шайни Доротини. Я бы хотел Шайни Доротини, потому что Шайни Доротини, она вроде розовенькая такая. Шайни Краегонал. Мне кажется, это круто. Ребята, на сервере нету ни единственного Шайни Краегонала. Ни единственного. И нам, если честно, даже в какой-то себе не повезло. Потому что Краегоналов даже вообще в самой сути нету на серверах. Потому что на сервере нету того биома с шипами, да? Такой зимний биом с шипами. Его даже нету на серверах, потому что, ну, просто не заспанился, может. А Шайни это вообще офигеть. Ой, я не то поставил, но ладно. Открываем дальше. Зеленники это у нас там Шайни Легенды. И обычные Шайни Легенды. Посмотрим. Но сначала давайте уже вот эти открываем. Так, Шайни... Нет, там Пуригон пролетел. Шайни Гастли, Шайни Блисси, Шайни Лапра, Шайни Риоу даже пролетел, я видел. Шайни, Шайни Эликид, Шайни Гастли, Шайни Хундур, Шайни... О, я бы... А, Пуригоша нам выбрал. Ну, более-менее, то есть. Вот он. Я бы, если честно, хотел... О, он что так... Он так на меня посмотрел? Я бы, если честно, хотел очень Шайни Хундуро. Он такой синенький, красивый, прям такой цвет какого-то льда, можно и так сказать. Хоть он вроде не ледяной, по-кему, но он такой прям... Ну, если он нам выпадет, то сами увидите, но вряд ли он нам выпадет. Шайни Белдум пролетел, нифига себе. Ребята, Шайни Родактиль, офигеть. Розовенький. Шайни Родактиля вообще нету на сервере. Потому что это фосил покемона, и если ты добываешь фосил, потом его чистишь, потом делаешь себе покемона, Шайни не может получиться, только получается обычный покемон. Ребята, я походу таю, честное слово, я таю. Хоть и вентиляторы, это похуй, честное слово. Вентиляторы, какие уже по вентилятору, зачем? И еще, еще жарче станет, если честно. Это меня бесит. Ну, вот первый кейс наш пошел с легендами. Мю, ну ладно, мю так мю. Вот. Нам выпал мю, в принципе, выпала, можно и так сказать, как в предыдущей серии, но только в предыдущей серии нам выпала Шайни мю. А в этой обычная мю. Я бы хотел Шайни Лугию. За плюс, тоже более-менее, они всегда же будут выпадать. Там Шайни Киогри, Шайни Гроудоши, да? И последний наш кейс. Я надеюсь, что нам что-то крутое выпадет. Как раз уже закат. Дайте нам Шайни Гроудошу. Шайни Райкваза там пролетела, Шайни Лугия. Дайте нам, пожалуйста, Гроудошу. Или какого-то пса. Тоже было бы круто. Ребята, нам Шайни Мью Ту выпал. Шайни Мью Ту. На сервере нет ни единственного Шайни Мью Ту. Шайни Мью Ту даже в донате не продается. Он только из этого кейса выпадает. И нам выпал Шайни Мью Ту. Шайни Мью Ту это, как можно сказать, какой-то карамбит. Там статтрек карамбит в CSGO. Самый дорогой. В принципе, так же, как и Мью. Конечно, там стоимость 30 тысяч рублей. И Мью там за сколько, не знаю, сколько. Но, в принципе, тоже. Это круто. Шайни Мью нам выпал, ребята. Это очень круто. В принципе, давайте уже на этом будем заканчивать. Еще одна серия открытия кейсов с покемонами. Не с оружием, с покемонами подошла к концу. На этом мы будем заканчивать. Ребята, ставьте, пожалуйста, лайки. Если набираем 500 лайков, выходит еще одна серия открытия кейсов. Я надеюсь, я хотя бы надеюсь, что вам нравится открытие кейсов. Потому что прикольно. Иногда можно даже развлечься. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Буду очень этому рад. Лайки мне дают отдельную мотивацию. Вы себе не представляете, какую мотивацию дают лайки. Прям хочется, хочется и хочется идти записывать видео, если мы набираем много лайков. Также, ребята, оставляйте свои комментарии. Я буду очень рад их прочитать. Я читаю каждый, каждый, прям каждый. Я вам честно, ребята, говорю. Я читаю каждый, каждый, каждый комментарий. Я не отвечаю на каждый комментарий. Потому что, если человек не задает вопрос, если что-то не спрашивает, или какой-то неадекватный вопрос, конечно, я не буду отвечать. Если человек что-то там не советует, или говорит, или там спрашивает, то я, конечно, ему отвечу. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я прочитал ваше сообщение, так же, может, на него ответил, все, что от вас требуется, это просто-напросто его написать. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых персов, мы тут большая дружная семья. И все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться, и вы автоматически станете нашим новым членом нашей большой семьи. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.